Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте. Смотрите сегодня. Разведка с воздуха. Сотрудники Управления гражданской обороны осмотрели, где в Сочи могут сойти сели и оползни. В зеленые ограды вместо заборов на смену стандартным железным ограждениям в Сочи должны прийти живые изгороди. Привет из Сочи от конкурсантов новой волны. Послания участники отправили не только близким, но даже первым лицам государства. В Сочи официально началось развитие нового вида единоборств. Городская федерация получила аккредитацию на преподавание джиу-джитсу. Задолженность за газ в крае составила более 6 миллиардов рублей. Такие цифры озвучил глава региона Вениамин Кондратьев. Губернатор провел сегодня расширенную планерку. На видеосвязь вышли все муниципалитеты края. Лидеры по задолженности предприятия крупных городов Краснодара и Сочи, отметил губернатор. А также теплоснабжающие организации Славинского, Ейского, Староминского, Тихорецкого, Деньского районов. По словам Вениамина Кондратьева, проблема заключается в том, что потребители платят по счетам, но деньги зачастую так и не доходят до поставщиков. Хотелось бы напомнить главам о том, что в этот отопительный сезон вы не войдете с паспортом готовности, если ваша задолженность превышает прошлогоднюю. Войдете только с другим заместителем, как минимум, а то и главой тогда. Понятно, люди из-за того, что вы беспечные, не могут зимой замерзать, люди замерзать не будут. Но руководство района у них точно будет другое. Или, по крайней мере, зам, который курирует эти вопросы. Потому что сегодня нужны менеджеры, они чиновники, которые сидят в своих креслах и ни о чем не думают. А люди ни в коем случае не пострадают. Поэтому, Андрей Тович, тепло все равно, оно, конечно, будет. И газ тоже будет в районе. Но уже с другими, по-настоящему, управленцами. Губернатор потребовал в течение двух недель все документы по должникам передать в прокуратуру. Авиационная разведка, сотрудники Управления гражданской обороны и гидромедцентра сегодня поднялись в небо, чтобы оценить обстановку перед сезоном осенних дождей. Задача – оценить район Сочи, верховье рек от Лазаревского до Красной Поляны. Вертолетный облет состоялся в результате принятых решений на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. В преддверии осенних паводков необходимо оценить проблемные участки там, где могут сойти селевые потоки или оползни. Недавний пример – в Кабардино-Балкарии, когда из-за схода селя был размыт 300-метровый участок. Было повреждено в общей сложности 8 участков федеральной автодороги. Сочинцы хорошо помнят и сход селя в Лазаревском районе в поселке Тхагапш, восстанавливать который после чрезвычайной ситуации пришлось не один день. Периодически выходит из берегов на Красной Поляне и река Кепша, тревожа жителей одноименного поселка. Там тоже необходимо было с воздуха оценить обстановку. Параллельно проводится и наземное обследование участков. На сегодня почищено 24 подмостовых переправы, приведены в порядок 64 участка вдоль рек, вывезено более 200 кубометров различного мусора, бытовые отходы, пни, коряги, упавшие деревья. Вся эта работа необходима для того, чтобы были приняты грамотные и взвешенные решения по защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций и минимизации их последствий. Вместе с этим сейчас совместно с МЧС России мы прорабатываем вопрос в рамках года гражданской обороны, который в России объявлен, 2017-й, о проведении комплекса учений по районам внутригородским и отдельно по Красной Поляне. Работа продолжается. Надеюсь, в указанные сроки мы все это дело завершим. Сделаем все возможное, чтобы наше население было спокойно. Ночью в ряде районов Сочи отключат воду. В ночь с 5 на 6 сентября на водоводе по улице Медовая проведут ремонтные работы. В связи с возобновлением строительных работ на площадке жилого комплекса «Курортный» вновь начались оползневые процессы на улице Медовая, сообщает МУП «Водоканал». Это привело к угрозе серьезной аварии на магистральном водоводе, который является единственным источником водоснабжения поселков Кудепста, хоста микрорайонов Мацеста, Бытха и села Раздольная, а также части Адлерского района. Это улица Медовая, Белых Акаций, Орбитовская, Православная, Троицкая и поселок Мирный. С 0 часов 6 сентября будут проводиться аварийно-восстановительные работы с целью недопущения разрыва трубопровода. В связи с этим будет временно прекращено водоснабжение указанных районов. Срок окончания работ – 3 часа ночи 6 сентября. После окончания работ будет выполнен пуск системы водоснабжения. Минувшей ночью в Лазаревском районе на федеральной трассе сбили пешехода. 37-летний мужчина погиб. ДТП произошло примерно в час ночи. 26-летний водитель БМВ сбил на проезжей части мужчину, переходящего дорогу в неположенном месте. От полученных травм пешеход скончался. Обстоятельства происшествия уточняются, но на картинке с видеорегистратора видно, что пешеход не был заметен до момента столкновения. Место не освещено, а у мужчины в темной одежде отсутствовали какие-либо светоотражающие элементы. К другим новостям. В Сочи продолжается подготовка к единому дню голосования. Напомню, 10 сентября жители Краснодарского края отдадут свои голоса в поддержку кандидатов на пост депутатов Законодательного собрания края. И сегодня для сотрудников участковых комиссии специалистами избиркома Краснодарского края был проведен видеосеминар. Такие видеосеминары проводятся регулярно. В онлайн-режиме освещаются вопросы, связанные с подготовкой к единому дню голосования. И обсуждаются организации работы участковых избирательных комиссий. В этом году выборы проводятся по обновленному избирательному законодательству. Количество депутатов сокращено со 100 до 70. А составление протокола об итогах голосования будет проводиться при помощи QR-кодирования. На некоторых участках современная технология применяться не будет. Тем не менее, такие семинары необходимы всем членам комиссии для повышения профессионализма и правильного применения норм законодательства. У нас электронный урный КАИП, который за участковую избирательную комиссию уже составляет итоговый протокол. Но общаясь с коллегами, я могу сказать, что все коллеги отмечают эффективность данного метода работы, что на самом деле облегчит уже работу избирательных комиссий. В день голосования 10 сентября на территории города откроется 222 избирательных участка. Избиратели получат два бюллетеня по одномандатному избирательному округу и по краевому избирательному округу. На территории Сочи образовано три одномандатных избирательных округа – морской, сочинский и курортный. На территории города Сочи 13 кандидатов. Уточняю, что по округу номер 33 зарегистрировано 5 кандидатов. По округу номер 34 зарегистрировано 4 кандидата и по округу номер 35 также зарегистрировано 4 кандидата. В избирательных бюллетенях по краевым округам содержится сведения о пяти избирательных объединениях. Напомню, в данной выборной кампании отменены открепительные удостоверения, упразднено досрочное голосование. Избиратель может быть включен в список по месту фактического нахождения. Единый день голосования состоится 10 сентября. Татьяна Говоркова, Дмитрий Даниловский, телекомпания ФКТ. Депутат Государственной Думы Константин Затулин провел очередную встречу с сочинцами. Прием граждан на курорте он проводит каждый месяц в рамках депутатской региональной недели. Что волнует горожан и какие их проблемы удалось решить, узнаем из нашего следующего материала. Приемная депутата Госдумы Константина Затулина. В повестке дня 14 вопросов. К своему депутату сочинцы приходят с разными просьбами. Эдуарда Языджана волнует, к примеру, имущественный. Его племянница, многодетная мать, не в силах потянуть аренду земельного участка, на котором стоит ее жилье. 120 тысяч рублей в год сумма просто неподъемная. Впрочем, ее можно снизить в разы, если устранить ошибки в договоре аренды и правильно обозначить зонирование участка. Константин все очень хорошо понимает эти вопросы. Я надеюсь, что если помощники сделают еще раз запрос, то администрация должна решить вопрос положительно. Поиском возможных путей решения займутся помощники депутата. А проблему следующих посетителей Константин Затулин постарался урегулировать здесь и сейчас. Речь о работниках ЗАО «БАМ-стройпуть». Организация, которая когда-то привезла их на работу в город, долгое время предоставляла им жилье в Дагомысе. В итоге обанкротилась, и ее имущество досталось другому собственнику. Люди оказались на грани выселения. Организация-то ведь висит не в безвозбужденном пространстве. Она здесь работает, значит, она в чем-то заинтересована. Но надо ее заставить, чтобы она какие-то обязательства имела в виду. Ну, по крайней мере. И не трогала вас какое-то время. Звонков в том числе главе Лазаревского района. Цель – выйти на организацию, которая грозит выселить людей, и постараться предотвратить такое развитие событий. Но не только решением частных вопросов занимается Константин Затулин. На повестке дня депутата Госдумы от Сочинского округа немало проблем общегородского и регионального значения. Кроме таких вопросов чисто бытовых, житейских, есть, конечно, вопросы более серьезные, связанные с развитием города. И, конечно, эти вопросы тоже в поле зрения. Но они не обсуждаются, как правило, на приемах. Но иногда они становятся следствием вопросов, которые подняты здесь. Вопросы о предпринимательстве, фермерстве, арендной плате в числе прочих. Всего за год работы на посту депутат Государственной думы Константин Затулин получил более тысячи заявлений от граждан. Какие-то из обозначенных проблем решены, какие-то в процессе. Но в любом случае Константин Затулин уверяет, что ни одно заявление не останется без ответа. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. Сочинцев приглашают принять участие в конкурсе видеороликов о курортах Краснодарского края. Свои работы могут предоставить жители России старше 18 лет, имеющие персональные сайты или страницы в соцсетях. Кронометраж видеоролика не более трех минут. Кроме номинации «Лучший мини-видеоролик», куда необходимо направлять видеопроекты продолжительностью не более 30 секунд. Одно из условий – видеоматериал ролика должен соответствовать российскому законодательству. В октябре будут определены победители по пяти номинациям конкурса, которых наградят дипломами. Также авторов лучших видеороликов пригласят к участию в информационных турах, а их работы будут представлены в социальных сетях и на конгрессно-выставочных презентационных мероприятиях региона. Лучшие работы отберет экспертная комиссия. Заявки на участие принимаются до 30 сентября. Подробная информация об условиях участия размещена на сайте Министерства курортов, туризма и Олимпийского наследия Краснодарского края. Зеленые ограды вместо заборов на смену стандартным железным ограждениям в Сочи должны прийти живые изгороди. О реализации проекта сегодня говорили на специальном совещании с заместителем главы курорта Олегом Ясюком. Живые изгороди в первую очередь должны появиться в зонах гостеприимства, ну а после заменить заборы и в спальных районах Сочи. Эта программа не одного года, рассчитана она на ближайшие пять лет, ведь ее реализация зависит от скорости роста кустарников и деревьев, которые будут служить изгородью. Поручение есть Анатолия Николаевича, что нужно сделать определенную программу, чтобы эти живые изгороди выросли, может в течение трех-четырех лет и ограждения убрать. Задача стоит таким образом. Те люди, которые имеют возможность посадить зеленые изгороди на своих территориях, они будут это выполнять. Там, где невозможно это сделать, будет делать муниципалитет. Живые изгороди должны заменить не только небольшие ограждения, но и глухие заборы. Это не только украсит город, но и улучшит микроклимат курорта, уверены авторы проекта. На совещании даже предложили внести изменения в правила землепользования и застройки Сочи для того, чтобы некоторые виды ограждений в гостевых зонах остались в прошлом, и им на смену пришли красивые и экологичные изгороди из живых растений. Приветы из Сочи сегодня отправили конкурсанты новой волны. В торжественной церемонии гашения почтовой карточки, посвященной международному конкурсу молодых исполнителей популярной музыки, принял участие и народный артист России Николай Басков. Послание участники церемонии отправили не только своим близким, но даже первым лицам государства. Почтовые открытки сегодня, в эпоху высоких технологий, это и неожиданно, и необычно, отмечают участники конкурса «Новая волна». Написать послание труда не составило. Другое дело, что сама процедура кажется многими уже забыта. Тем, что мы не знаем своих индексов, потому что мы дети уже двухтысячных практически, да, и мы привыкли к тому, что у нас есть смс, есть имейлы, и там не нужны ни индексы, ни адреса особо. С этим мы столкнулись, с тем, что ой, какой же у нас индекс в стране. Конкурсанты пишут о своих впечатлениях, пытаются передать свои эмоции и надежды на собственный результат. Хочу в свой родной город Ростов-на-Дону, пишу папе и моей сестре, которые там живут. Заполнила, надо написать. Привет. Карточка с оригинальной маркой вышла в свет накануне открытия фестиваля в ограниченном количестве – 12 тысяч экземпляров. Эксклюзивным стал и штемпель специального гашения для Сочи. Такую же открытку подписал почетный гость конкурса Николай Басков. Свой пламенный привет из солнечного Сочи народный артист адресовал президенту России. Я сегодня напишу, кстати, вот здесь, да, я решил, я думал, кому же мне написать. Я подумал, что я напишу открытку президенту России Владимиру Владимировичу Путину, потому что ему 7 октября юбилей, день рождения. Поэтому у вас крайне ответственное задание, чтобы моя открытка дошла. Ежегодный международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» до 2014 года проводился в Юрмале. Затем каждый год сцена конкурса собиралась в центре Сочи. Теперь новое место прописки – Эмеретинская низменность. Такое решение уже одобрили как жители Сочи, так и гости конкурса. Расширяет свою географию и полюбившаяся бесплатная дискотека Муз-ТВ. В этом году на курорте их будет сразу две. 11 сентября такая бесплатная дискотека пройдет здесь, в Эмеретинской низменности, в Олимпийском парке. А 12 сентября по моей просьбе я очень благодарен организаторам фестиваля «Новая волна», а также исполнителям, звездам, которые будут принимать участие, потому что вторую бесплатную дискотеку они будут делать в центре города Сочи. Свободных билетов на «Новую волну» практически не осталось. Зрительская аудитория с каждым годом все больше и больше расширяет свою географию. «Новая волна» – это место, где молодые исполнители борются за победу, а опытные артисты радуют публику своими творческими вечерами. Организаторы поработали над тем, чтобы каждый день конкурса стал незабываемым как для зрителей, так и для тех, кто будет выходить на сцену. Только раз в жизни бывает 50, и это случилось у Филиппа Киркорова. Потрясающий концерт, коллег по цеху, которые будут его поздравлять. Неожиданный дуэт, он даже не знает до конца, кто что будет петь. И я думаю, что это будет таким сюрпризом не только для зрителей, но и для самого Филиппа. Это первое. Потом, конечно же, две наши мировые звезды – в открытии LP и Робби Вильямс. «Новая волна-2017» безусловно станет еще одним ярким событием в жизни Сочи. По традиции, еще до начала конкурса участники внесли свой вклад в создание бронзового барельефа. Молодые исполнители дополнили работу сочинского скульптора Вячеслава Звонова, которая скоро украсит аллею звезд на улице Новогинская. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Специалисты по детскому отдыху из 40 стран примут участие в международном конгрессе в Сочи. Об этом сообщает «Интерфакс». Конгресс лагерей пройдет с 9 по 13 октября на курорте «Роза Хутор». В рамках конгресса участники подведут итоги летней оздоровительной кампании, обсудят современные образовательные практики, вопросы международного сотрудничества и развития инновационных образовательных проектов. По данным администрации города, участниками конгресса станут около полутора тысяч специалистов в сфере образования и детского отдыха из 40 стран. Организаторами конгресса выступают Министерство образования и науки России, Межрегиональная общественная организация, Национальная ассоциация детских лагерей и Международное содружество лагерей. Цель проведения конгресса – продвижение России как страны, ориентированной на создание условий для всестороннего развития и опережающего образования детей, в том числе в системе дополнительного образования. Праздничное шествие и концерты в Сочи отметят 80-летие образования Краснодарского края. Мероприятия, посвященные двум юбилейным датам – юбилею края и 225-летию со дня высадки черноморских казаков на Атаманский полуостров, пройдут 13 сентября во всех муниципалитетах региона. В Сочи старт празднику будет дан 8 сентября. В этот день в микрорайоне Макаренко состоится открытие парка, посвященного юбилею региона. Также 8 сентября в Центре национальных культур Лазаревского района пройдет конкурс художественного чтения. 13 сентября в 16 часов состоится торжественное шествие от Ротонды до площади Южного Мола, где гостей ждет праздничный концерт. В Адлерском парке культуры и отдыха состоятся мастер-классы, показательные выступления воспитанников спортшколы, флеш-мобы, хоров образовательных учреждений. Там же развернутся творческие выставки. Музеи города приглашают посетить различные тематические выставки и чтения. Так, например, в Музее истории Хостинского района состоится встреча кубанских и донских казаков с сочинской молодежью, просмотр кинофильмов «Ермак» и «Кубанские казаки». В целом, народные гуляния состоятся во всех районах курорта. В Сочи официально началось развитие нового вида единоборств. Федерация борьбы дзюдо и самбо курорта получила аккредитацию на проведение тренировок и соревнований от краевой федерации джиу-джитсу. Работа по развитию нового вида борьбы в Сочи будет проходить совместно с Департаментом физической культуры и спорта и сочинской городской организацией «Динамо». Уже в ближайшее время состоится набор в детские, взрослые и ветеранские группы спортивного единоборства. Краснодарская игра федерации джиу-джитсу является единственной спортивной организацией, аккредитованной в соответствии с законодательством Российской Федерации на право проведения официальных соревнований и проведения непосредственно тренировочного процесса. За голову под себя перешагивай! Термин джиу-джитсу появился в Японии в 16 веке как общее название всех видов рукопашного боя без оружия и в досновном переводе означает «мягкое искусство». Однако широкое распространение в западном мире джиу-джитсу получило только с 50-х годов. Сегодня число приверженцев джиу-джитсу достаточно велико. Особенностью этой борьбы является бросковая техника и слабое воздействие на суставы, и джиу-джитсу, и ударная техника. Мы начинаем развивать в городе Сочи джиу-джитсу. Надеемся, что наши спортсмены будут достойно выступать на соревнованиях краевого уровня, федерального, а также на финалах России. И надеемся, что также они будут входить в состав сборной России по джиу-джитсу и представлять наш город на международном уровне. Две, одна, время! Джиу-джитсу является неотъемлемой частью специальной физической подготовки сотрудников МВД и ведомств Федеральной службы судебных приставов. Будучи официально признанным ведом спорта, джиу-джитсу в России начал развиваться в 2003 году и уже на следующий год спортсмены сборной команды России сразились на чемпионате мира, заняв места на пьедестале. Елена Всецина, телекомпания ФКТ Ну и к слову, в эту субботу 9 сентября в 11 часов в гимназии номер 9 в зале борьбы пройдет открытое первенство города Сочи по самбо среди юниоров и юниорок. В нем примут участие сильнейшие самбисты курорта, и спортсмены будут рады зрителям. Ну а во время соревнований лыжи-роллеров в Сочи ограничат автомобильное движение. В Сочи с 20 по 24 сентября состоится финал Кубка России. Самые сильные спортсмены страны выступят в гонке-преследовании, масс-старте, а также в спринте. В связи с этим на дорогах будут действовать ограничения для движения автомобилей. 20 и 21 сентября с 10.30 до 13.30 по улице дорога на Большой Ахун, 23 и 24 сентября с 7 утра до 17.00 вечера от улицы Голубая до выезда из Олимпийского парка и далее до поселка Эста-Садок и обратно. В Сочи выберут кюрленгистов для участия в Олимпиаде-2018. Турнир, на котором будет определен состав мужской сборной России на квалификационные соревнования Олимпийских игр в Южнокорейском Хёнчхане, а также чемпионат Европы, пройдет в Сочи с 24 сентября по 1 октября. Ранее исполком определил, что в отборе на чемпионат Европы и Олимпийскую квалификацию примут участие четыре команды – Краснодарского края, Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Чемпионат Европы пройдет в Швейцарии в ноябре, а квалификация на игры 2018 состоится в Чехии в декабре, сообщает AirSport. Ну и на этом наш выпуск подходит к концу. Я напоминаю, что все новости вы уже можете найти на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.